Тренировки и диета. Очень обширная тема, и ее вполне достаточно для отдельного видеофильма. Давайте коснемся лишь самых общих положений и наиболее важных моментов. Прежде всего диета. Здравый смысл, внимание и правильное отношение. Все логично, но очень часто желание и прихоти противоречат соображениям здравого смысла и приводят к неправильному питанию. Гончий и мотоцикл должны превратиться в единое целое. Это уже было неоднократно подмечено. Если заправить мотоцикл некачественным топливом, уменьшится мощность двигателя. Если также отнестись к своему организму, у вас не будет силы, выносливости и необходимой концентрации. Здесь нет никаких тайн, все ясно. Я часто наблюдаю на занятиях молодых гонщиков с излишним весом, плохой спортивной формы. Я вижу, как они едят жирную сладкую пищу, забивая ее газировкой. Тем временем худые, просто голодают, потому что им есть не хочется. Глупо, конечно, но это именно так и есть. Нужна сила воли и решительность, чтобы правильно питаться. Точно так же, как для того, чтобы успешно выступать на соревнованиях по мотокроссу. Теперь насчет упражнений. Здесь тоже нет ничего особенного. Сегодня есть масса научно обоснованных ответов на все вопросы. Для гонщика самое главное упражнение, это изданно мотоцикле. Но если заниматься только им одним, вы устанете и перестанете прогрессировать. Нужны дополнительные тренировки. Тренировка силы. Тренировка выносливости мышц. А также эробная нагрузка для развития общей выносливости. Вы должны ходить до всего этого время, чтобы становиться тренированно. Подобные занятия не только тренируют тело, они также воспитывают силы воли, решительность и уверенность. На этом можно завершить программу. Еще добавлю несколько слов. С тех пор, как европейцы вышли на ведущие позиции в мотокроссе, многое изменилось. Но есть то, что не меняется никогда. Человек и машины против трассы и соревнования. Чем лучше становится подвеска мотоциклов, тем выше делаются препятствия на трассе. Один из бывших чемпионов мира по мотокроссу сказал. Молодым гонщикам предстоит много тяжелой работы. И они должны знать, что очень важно заботиться о себе. И понадобится 6-7 лет, чтобы выйти на хороший уровень. Не всем это по плечу. Кто-то может достигнуть лишь определенного уровня и все. Но придется тяжело работать. Надо будет тренировать сердце, мышцы и ездить на мотоцикле. Вот три вида нагрузки, правильно сочетая которые, можешь добиться успеха. Понадобится время и силы.